Что же, мы вышли на финишную прямую. У нас осталось буквально две главы. Быть может потом еще две. Сейчас посмотрим, как пойдет. И потом, я надеюсь, будут ваши какие-то вопросы. И сам Мэрик Пакут. Хорошо, есть ли какие-то вопросы перед тем, как? Есть. Давайте. Миша писала, что Заратустра говорила о том, что церковь – это как осознанная ложь. Это где? Не-не-не, не то, что церковь осознанная ложь. А то, что церковь, что в церкви все луд, и все, кто там охотятся, они, соответственно, тоже лудут. Вот, можно ли сказать, что церковь – это осознанная ложь, и это как бы хорошо и способствует креативности, то есть церковь не нужно убирать? Церковь лжет. Церковь лжет. Но осознанная ли это ложь со стороны большинства представителей церкви? Нет, ну вот… То есть, смотрите, государство… Они же знают, что они лудут. Ну, государство тоже лжет. Это же не делает государство максимально креативным. Но это же осознанная ложь, опять же. То есть, они знают о том, что лудут и делают что-то, создают что-то… Это понятно. Но чему служит? Опять же, креативность – это свойство человека, так что его проявляют практически все люди. Вопрос, на что она направлена? На усиление или на ослабление? Ну, церковь-то на усиление, скорее всего, нет. Христианская церковь? Ну, священники лудут во благо себе. Во-первых, начнем с того, что это не их ложь, да? Да. Ну, и во-вторых, это ложь пастыры. Они обманывают людей для того, чтобы ослаблять их. Они всем говорят, что они рабы Божьи, что есть Божий закон, что он установлен раз и навсегда. Церковь – это пастырь стада, как и государство. Это пастырь стада. Возникает вопрос. Чем более массово, тем хуже. Получается так, да? То есть, чем более массовые идеи… То есть, с одной стороны, ну, высшие люди, условно, должны осознавать, что они лудут, и при этом должны каким-то образом подчинить. Ну, не подчинить себе людей, а чтобы люди приняли то, что они говорят и приняли на себя то, что… Да, воля к власти предполагает навязывание этой самой воли всему миру. Но при этом какие-то массовые учения, они все равно как-то порицаются. Естественно, потому что массовые учения не могут быть истинными, в кавычках, учениями или истинными с маленькой буквы. Они созданы для массы и не для чего больше. Познает новую мудрость. Ну, хорошо, давайте попробуем почитать. У золотурства есть мудрость, человеческая мудрость. О человеческой мудрости. Не высота, а склон ужасен. Склон, где взор стремляется вниз, а рука тянется вверх, когда трепещет сердце от двойственной боли своей. Друзья, угадываете ли вы двойственную волю моего сердца? Да, двойственная воля моего сердца смотришь вниз на человечество, тянешься вверх к сверхчеловеку. Это мой склон и моя опасность, что взор стремляется в высоту, а рука моя хотела бы держаться и опираться на глубину. За человека цепляется моя воля. Цепями привязываю я себя к человеку и вовлечет меня ввысь, к сверхчеловеку. К нему стремится другая воля моя. И потому живу я слепым среди людей, как будто не знаю я их. Я не знаю вас, людей. Эта тьма и это утешение часто пристираются вокруг меня. Я сижу у проезжих ворот, открытых любому плуту, и спрашиваю, кто хочет меня обмануть. Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не остерегаться обманщикам. Золотустра не остерегается, не подозревает худшее в каждом. Именно поэтому он слепой среди людей. Моя первая человеческая. Их тут будет четыре. Но только одну золотустру оставит себя. Ах, если бы я остерегался человека, как бы мог человек собрать якорем леводушного шара на его? Слишком легко унесло бы меня вверх и вдаль. Это поведение правит моей судьбой, чтобы был я не осмотрителем. Никто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить издевого стакана. И кто среди людей хочет остаться чистым, должен иметь умы, должен иметь мыться и в грязной воде. Как можно пережить презрение к человеку? Не смотреть на него, предлагает Золотустра. Не изучать его, не исследовать его. Потому что, когда вы начинаете исследовать человека, вы только расстраиваетесь. Настолько он отвратителен и жалок. Часто так говорим не себе в утешении. Ну что ж, давай, старое сердце. Несчастья не удалось тебе? Заждайся этим, как свое счастье. Моя вторая человеческая мудрость такова. Больше чужой от тщеславных, чем гордых. Да, потому что от тщеславных меньше толку, чем от гордых. Разве не оскорбленная тщеславие, а мать всех трагедий? Но где оскорблена гордость, там расстраивает личство лучше, чем гордость. Да, и вот разница между ними. Угу. Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра была хорошо сыгана. Но для этого нужны хорошие актеры. Хорошего актера, но хотел я всех тщеславных. Они играют и хотят, чтобы смотрели на них с удовольствием. Весь их дух в этом желании. Они играют себя, они изобретают себя. Вблизи их люблю я быть зрителем жизни. А это исцеляет затуныние. Потому что живете славно, что они врачи моего уныния. Небеков возьмет человеку, как зрелище. Да и кто измеряющий славным всю глубину его скромности. Как жить, спрашивает себя Ницше в одном из других отрывках. И ответ. Жить, наслаждаясь зрелищем. В этом смысле настоящий человек не вмешивается в происходящее. Он смотрит на жизнь, как на отрывок искусства, как на пьесу. А созерцание? С созерцание, но не в смысле созерцание с целью познания, а в смысле созерцание с целью саморазвлечения. Ну, то есть офигизм. Это не постоянная деятельность, это способ отдохнуть. То есть человек занят познанием, совершенно другим, не связанным с людьми. Но как можно бы носить жизнь, когда все люди для человека познания выглядят отвратительными, жалкими и убогими? Ответ. Надо представлять, что это пьеса, что это спектакль, что это игра. И, естественно, во всякой игре, во всяком спектакле есть актеры, есть хорошие актеры и плохие актеры. И в этом смысле хорошие актеры, конечно, гораздо лучше, чем плохие. Но хорошие актеры – это тщеславные. Я добр к нему и сострадателем из-за его скромности. У вас хочет он научиться своей вере в себя. Он питается вашими взглядами, он жадно ест похвалу из ваших рук. Даже в ваши лжи верит он, если в умелое лжо тянет. В его самой глубине вздыхает его сердце. Что такое я? Да, тщеславный отличается от гордого тем, что тщеславный не знает себя, а гордый знает себя. И в этом смысле гордый стоит выше. Запишите моменты, и мы сейчас будем их читать. Если это, конечно, те моменты, которые уже мы читали. Том 5, страница 80, параграф 80. Том 7, страница 640. А также 192. Изъяснившаяся вещь перестает интересовать нас. Что имел в виду тот Бог, который давал совет познать самого себя? Может быть, это значит, что перестание интересоваться собой станет объективом? Сократ. А, Сократ. А, человек науки. А, человек науки. Угу. Понимаете ли вы, о чем идет речь? Что это за Бог? Познать самого себя? Угу. Протагоре. Сократ говорит об этом Протагору. А там присутствует Критий, который настолько запоминает эту фразу, что когда Сократ беседует с Критием в диалоге, который не называется Критий, Критий припоминает ее Сократу. Конечно, это Дельфийский Бог. Это надпись на входе в Дельфийский Алакул. Познай самого себя. Но это не призыв к самопознанию, это не призыв к самокопанию, это не призыв к экзистенционализму, как поняли его после Ницше. Это призыв... Узнать и перестать. Да, перестать, наконец, заниматься самокопанием. Познанное не интересует. Перестань интересоваться собой. В этом смысле Гордый отличается от Числавного. Числавный не знает себя. Он каждый раз находит себя в глазах других. Он представляет себя таким, какими его представляют другие. Гордый знает себя. Ему все равно. Он не интересуется собой. Поэтому Числавных золотухло щадит, а Гордых не щадит. Потому что, если обидеть Числавного, он расстроится. А если обидеть Гордого, из-за этого вырастет нечто другое. Он сам себя преодолеет. Обладать самим собой. Упорядочить хаос. Отбросить всякий страх перед образованием и быть честным. Призыв к познанию самого себя. Не с мыслями пустого глубокомыслия, но с тем, чтобы действительно знать, в чем наши истинные потребности. С этой позиции смело оббросить в сторону все, что нам чуждо, и расти из самих себя. Не подлаживаясь к тому, что вне нас. Для организации хаоса. Пригодное искусство и религия. Последнее дает любовь к человеку. Первый любовь к жизни. Хорошо, возвращаемся назад в Золотовстве. Там как раз нас ждет третья. Если истинный добродетель та, что не знает о себе самой. Что ж, и Числавный не знает о своей скромности. Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не отбивает у меня охоту глядеть на зло. Ваша это в смысле добрых, мудрых людей. Мудрейших также. Я часто при виде чудес, пророждаемых знойным солнцем. Тигр, пальм и гремучий змей. И среди людей есть прекрасный приплод знойного солнца. Из злых много чудес. Впрочем, как мудрейшие среди вас не казались мне такими утрами, так нашел я и злобу людей лучше, чем говорят им. Часто спрашивал я, качая головой. Почему вы гремите, гремучий змей? Поистине даже... Заметьте, снова качая головой, то есть как? Не одобряя. Поистине даже для зла есть еще будущее. Самый знойный юг еще не открыт человеку. Да, речь идет о том, что написано в антихристе. Добродетель без примеси моралина. То есть добродетель в стиле вирту. Добродетель в каком стиле? В макеавеллийском. Конечно, конечно. Для зла есть еще будущее и самый знойный юг, то есть чисто добродетельных людей, которые не задумываются о добре и зле, то есть задумываются в вопросе об эффективности, о преодолении фортуны еще впереди. Сколь многое называют теперь злейшей злобой, хотя оно имеет всего 12 футов ширину и 3 месяца в длину, но однажды придут в мир драконы побольше. Кто этот дракон побольше? Динозавр. Динозавр. Речь идет о человеческом зле. Ну и кто это? Чтобы сверхчеловек не был лишен своего дракона, а сверхдракона, достойного его, на то, чтобы много злойного солнца еще хвалал над влажным детственным лесом. Да. Сверхчеловек нуждается в сверхдраконе. Сверхгерой нуждается в сверхзвере. Он нуждается в нем для чего? Чтобы совершить подвиг, чтобы преодолеть его. Только через преодоление возможен рост. И потому у каждого героя должен быть свой антигерой. Может ли сверхдраконом быть друг? Конечно. Друг и враг – это почти одно и то же. Ваши дикие кошки должны стать первотиками, а ваши еноютые жабы – крокодилами. И у доброго охотника должна быть добрая охота. Да. Человек должен… Мы уже читали этот отрывок. Он повторится в самом конце третьей части. Человек должен стать сильнее, лучше и злее. Ничи говорит о том, какие условия надо создать для того, чтобы появлялись сверхлюди. И это условие – бочки с кислотой. Это условие девственного тропического леса, где опасность исходит из-под каждого куста. Немного шире, в другом отрывке Ницше скажет, что лучший танец – это танец под дамокловыми мечами. То есть, вы знаете, что такое дамоклов меч. Думаю, пояснять не надо. Их должно висеть над вами просто миллион. И каждый из них может упасть в любой момент. Только так воспитываются наилучшие люди. Постоянная опасность. Конечно. Постоянное преодоление страха, конечно. Постоянная опасность, естественно. Откуда Чезаре Боджа? Из постоянной войны между кланами, постоянной опасности, постоянного обмана. А назад – это не Спарта, это Фукидид. У Фукидида есть знаменитое описание, и Ницше его воспроизводит в одном из дальнейших произведений. У Фукидида есть описание гражданской войны на Киркире. Киркира – это ровно то, из-за чего началась Пелопонезская война, но повод для начала Пелопонезской войны. Там, собственно, и происходит гражданская война. Но по мере движения Пелопонезской войны на Киркире гражданская война усиливается. Если в Афинах богов начинают забывать, законы людские начинают презирать, и божественные законы начинают презирать, когда происходит чума, то есть чисто случайное событие, не связанное с самой войной напрямую, то на Киркире это происходит из-за гражданской войны. Все более и более усиливающееся клановое противостояние. Все более страшное гражданское противостояние показывает, например, очень простые вещи. В конце этого отрывка про Киркиру Фукидид как раз говорит о природе человека. Помните, из чего она состоит? Стремление к власти или, проще говоря, воля к власти. Стремление к славе и стремление к корысти. Так вот, на Киркире во время гражданской войны противостояние между людьми достигает своего пика. Больше не действуют никакие законы, включая законы кровного родства. Лучшим человеком считается тот, кто умудрился обмануть своего оппонента и заставить его поверить в собственную ложь. Напротив, худшим считается тот, кто все время говорит правду и держит свое слово, потому что это дебил, которого тут же сажают на кол. Вот эта идея о том, что добрый и тупой – это одно и то же, возникает у Фукидида, а потом и у Ницше в генеалогии морали. Когда он говорит, смотрите, Иванушка дурачок, там наши самые немецкие сказки – все одно и то же. Добрый и тупой – это одинаково. Вспоминайте там какого-нибудь Платона Каратаева из «Войны и мира». Христианин номер один, всех готов обнять, полный дебил. В рамках этой войны и возникают как бы, возникают пики проявления человечности. То есть, человечности в смысле выражения по Фукидиду человеческой природы. Ницше хочет, чтобы возникла точно такая же ситуация. Только вот вопрос – не должна ли эта ситуация возникнуть только для духовной войны, только в рамках духовной войны? И смотрите, следующий шаг. Не кажется ли нам, что раз для того, чтобы появился сверхгерой, нужен сверхзакон, не выбирает ли Ницше для себя такого сверхзакона самостоятельно? Что это за сверхзакон? Сократ – это хороший ответ, но мне хотелось бы ответом слушать церковь или платонизм шире, но Сократ подойдет. То есть, это укладывается в одну линию – Сократ, платонизм, христианство, потому что христианство есть платонизм для масс. Можно сказать, цивилизация, ну, и тогдашняя цивилизация, западная поступка. Но она христианская, да, она никуда не денется. Это то, к чему мы возвращаемся с самого начала. Больба с церковью, борьба с христианством, борьба с Сократизмом является тактической борьбой. Ницше не против этих вещей. Ницше против этих вещей, потому что они оказываются господствующими. Они есть закон, который он должен победить. Если бы на момент его жизни господствовало что угодно другое, он бы воевал против чего угодно другого. Почему? Потому что если нет истины, нет истинных учений, это значит, что против каждого учения можно подобрать аргументы. То есть, решающий вопрос, с кем бороться в этой духовной войне, которая так или иначе выливается в политическую войну, как уже сказал Владимир Евгеньевич, это не вопрос о том, где истина и где ложь. Это вопрос о том, что господствует. Где дракон? Против чего должны вы воевать сейчас? Против чего должен выступать избранный народ сейчас? Является ли церковь такой угрозой и христианская вера таким драконом? И в этом смысле против кого должны бороться нарождающиеся вслед за консервативными революционерами парни с вытянутыми ручками? Кто дракон для них? Социалисты. Потому что вот там вот слева гигантская держава, которая и есть закон. Понятно, почему они должны бороться против социалистов? Потому что они как бы нечанцы, как бы наследники Ницше. Но выбор тактического врага вон он. Но они могли выбрать или другого? Демократия. Ну, демократия. Демократия, да, да. Так они и выбрали. Именно поэтому это называется война на два фронта. Да. Если как бы социалисты являются драконом для нацистов, то являются ли нацисты драконом для социалистов? Потому что социалисты ничего не знают о учении Ницше. Нет, я имею в виду, ну, образно. Для них империалисты. То есть, допустим, есть... Империалисты, да. Мы можем сказать империалисты. Не нацисты, империалисты, капиталисты. Они же изначально сердце отбисывали по шину. Если есть герой и дракон, ну, то есть герой должен победить дракона, нельзя ли это отзеркалить так, что это действует в обществе? Победивший герой сам становится драконом. Да. Естественно. Естественно, да. Постоянное восстановление дракона. Это постоянная смена, да. Кто-то всегда будет господствовать, кто-то всегда на вершине. И тот, кто снизу, всегда, чтобы пробиться на вершину, должен будет снять того, кто на вершине. Насчет демократии. Угу. Угу. Я в том, что с Киева было интересно. Потому что там все равны в своем учительстве. Вот. Демократия стремится всех сохранять под одну клубку сильную и делать слабую. Да, да. Можно ли сказать, что демократия все равны своим уничтожением? Конечно. Это ничанский заход, да. В этом смысле, вы говорите про Токвиля? Он же консерватор. Конечно, он не любит демократию. А с другой стороны, смотрите, как я вам только что сказал, против любого учения можно подобрать аргументы, а значит, и за любое учение можно подобрать аргументы. И с того же Ницше выходит равенство для равенства очень легко, и демократия очень легко, и свобода очень легко. Потому что как вы можете реализовывать свою креативность без свободы? И естественно, как вы можете быть неравны, если истины не существуют? Получается, Ницше – это вторая Библия, то, что его можно тактовать как угодно? Нет, все что угодно можно тактовать как угодно. В Библии просто через что много противоречий. Это разница между книжкой созданной случайной и книжкой созданной намеренно. Ну, сборника сказок, да, скорее. Тогда откуда мы можем знать, что именно этот рактор к Ницше ближе? Ни откуда, ни откуда, ни откуда. То есть вопрос… Может быть и такое, что это деление было за равенство? За равенство среди равных очень легко. Но если истины нет, все равны. Более того, фундаментальное состояние человека для всех является одинаковым. Если мнение каждого, оно мнение другому. Значит, мнением каждого можно применить грех. Значит, мнение каждого уничтожено. Значит, вообще все мнения уничтожены. Это вывод постмодерного, да. Это значит, что там нацисты и антинацисты могут маршировать параллельно друг другу, кричать друг другу плохое в лицо – это ничего не значит. Да, да, и это ничего не значит. То есть, если в 20 веке, в начале 20 века нацисты и антинацисты маршировали напротив друг друга, все заканчивалось тут же дракой, кровью, вызовом полиции, терроризмом, попыткой свергнуть государство пучем, а потом и войной. То теперь мы типа, ну, проманшировались и разрушились. Да. Ну, получается, из-за того, что можно вывести посылку к деталитаризму, если все относится, если нет истин, индивидуальные истины равны. Ну, с идеальными, индивидуальные интерпретации равны, значит, индивидуальные не так значимо, поэтому можно загрести всех в одну гребенку. Нет, не получится. Загрести всех в одну гребенку, значит, одновременно объявить какую-то истину, стоящую выше всех остальных. Да. Нет тоталитаризма. Следующий шаг, скорее, полицейское государство. То есть, в чем нуждаются и те, и другие, идущие друг напротив друга? Чтобы между ними была колонна ребят со счетами. Полицейское государство – это хорошо. Ну, это следующий шаг развития демократии, конечно. Смотрите, это как с того момента, когда мы говорим о Гоббсе. Что хочет Гоббс? Чтобы не мужик в хитоне бородой вас обнимал и нежно шлепал вас за ушко, а мокрая, липкая, склизкая щупальца левиафана. То есть, идеальная ситуация – это тогда, когда рядом с вами всегда полицейские. Пока я не забыл, раз Максим Павлович пришел, замечание по поводу публичных учений золотустых. Это все-таки не публичное учение Ницше. То есть, Ницше высказывает, пишет их как публичные для золотустых, просто, чтобы мы поняли, что они нереальные, что на них нельзя обращать столько внимания, сколько, казалось бы, надо обращать. А не для того, чтобы в них поверили. Да, еще какие-то… А, кстати, можно и так же тоже. Есть замечание. Я еще раз в первую лекцию… Отлично. Да. Ну, не замечание, а вот у Владимира Евгеньевича… Неправильно называется… Был вопрос по поводу того, что в одной из глав заканчивается тем, что золотустра качает головой. И был вопрос связан с тем, он может качать так и может качать так. В общем, по-немецки он качает вот так. Неодобрительно, да? Да. Отлично. То есть по-немецки можно разделить? По-немецки можно. Отлично. Перед вами выбор профессионала. Как бы, если вы собираетесь изучать какую-то тему, вы всегда должны знать язык, потому что любого дилетанта вы собьете с ног языком. Да. У меня был вопрос еще как раз о сверхчеловеке. Если золотустра толкает идею сверхчеловека массе… Следовательно, эта идея изначально… То есть он лжет массе с целью найти учеников. Нет, нет, нет. Еще цельной найти учеников нет. Но он… Он не лжет массе. Он дает массе новую цель в рамках смерти Бога. Бог умер. Что теперь делать? Ну, так это учение для массы. Да, это учение для массы. То есть… Да, это учение для массы. Раз не должно ли ему следовать? Не так как массы, наверное, да. Может быть вообще не должен. Мы начинали, вы говорили, что у сверхчеловека есть свой набор ценностей, ценностей для массы. У золотустра тоже был свой набор целей, ценностей и ценностей для массы… Да. Почему мы не можем говорить о наборе ценностей и целей золотустра? Потому что они постоянно меняются. И мы видим, как они меняются. Он подвигает идею сверхчеловека для массы. А почему тогда мы, изучая Ницше, идем от того, что Заратусте приближается к сверхчеловеку и… Я понял ваш вопрос. Здесь надо смотреть на текст. Помните, он говорит «затем я совершил ошибку отшельника». Он выдвинул это учение для массы, но, быть может, это и было его истинным учением. Более того, чем дальше мы двигаемся вперед, тем меньше о сверхчеловеке говорит Заратусте. Но в этом смысле, чем меньше он говорит, тем больше он становится. А зачем он становится, если это… Ну мы же, еще раз, мы же называем сверхчеловеком просто пик. То есть, чем именно он ничего массе не сказал. Он не дал ей дьявола. Он не дал ей последнего человека. Да, да, да. Ну, в плане, да. Естественно, он не дал ей никакого описания сверхчеловека. И в этом смысле мы просто наблюдаем его собственную эволюцию в конце. Более того, мы бы могли сказать, что сверхчеловек – это герой. Что Заратусте – это герой. Но вот сейчас и в конце, и в том отрывке, который мы читали вчера, он говорит о сверхгерое. Сверхгерое – это не Заратусте. Именно поэтому окончание третьей части – это не возвышение Заратусты, не восхождение его по лестнице Якова на небеса. Он умирает. И когда он умирает, появляются Ариадна и Дионис. Дионис – не Заратусте. Но Ариадна… Ариадна – это его душа. Это почему мы концентрируемся на концепции сверхчеловека и восстанавливаемого возвращения, если вечное возвращение, ведь эти мысли о Заратусте высказывают массой. То есть Ницше дает понять, что… Мы изучаем текст. То есть Ницше дает понять, что поскольку Заратусте высказывает массой, то эта идея заведомо обращена на… Он высказывает идею сверхчеловека массой, но потом высказывает ее и своим ученикам. Заратустра представляет собой литературное произведение. В этом литературном произведении высказаны некоторые мысли, и затем эти некоторые мысли упакованы в некую драматическую составляющую, в движении самого Заратустра. Естественно, изучая Заратусте, мы должны знать, что он говорит, и понимать, что именно он имеет в виду, когда говорит какие-то вещи. Концентрация на сверхчеловеке неизбежна по понятным причинам. То есть мы не можем пройти эту веху мимо. Кроме того, как мы отделим настоящее учение от ненастоящего, если только не изучив их все? Представьте, я бы пришел к вам и сказал на первом же занятии – сверхчеловек и вечное возвращение – это круто, но мы об этом говорить не будем, это не имеет никакого значения, и все. Будем говорить только о чем-то другом. Так не очень бы получилось. То есть мы ставим себе целью разобраться. Всякое учение, изложенное в книжке, является публичным, потому что всякая книжка публична. Мы пытаемся разобраться в самом этом учении. Ни в коем случае вы не должны стать последователями этого учения или верующими в это учение. Это всего лишь эпидевтический прием для того, чтобы вы смогли научиться чему-то еще помимо. Я думаю над этим, поскольку действительно разобраться – это публичный текст, и он доступен всем. Ну, как и все тексты. Ну да. Нежащая вертость идеи – это определенно экзотерия. Кратце, да. Не обязательно, но да. Но за этими идеями что-то стоит. То есть мы не можем приблизиться к учению Ницше, не забравшись… Да, я просто потому, что, возможно, Ницше давал нам… Ну, то есть не нам, а тем, кто это может понять, давал понять, что то, что Заратус так говорит Масасом, и то, что наиболее ярко в публичном тексте – это не то, что он хотел сказать. То есть вот, допустим, мы рассматриваем такие моменты, как «Горящий добродетель», как его аргументы к… Да, то есть… Здесь есть большая проблема. Если вы так думаете, то вашей задачей было бы вычленить те речи, где Заратус обращается сам к себе. Нет, я делал все только на том, когда он говорит толпе. Говорит ли он ученикам о сверхчеловеке? Да. О вечном возвращении говорит ли он ученикам? Не говорит. Нет. Не ученикам. Более того, о вечном возвращении, например, знают помимо случайных моряков, случайных пассажиров корабля, зверей Заратус. Что-то случилось с Заратусом. Это что-то они считают вечным возвращением. Они так ему и говорят в самом конце. Ты теперь учитель вечного возвращения. Он называет их… Максим Павлович должен мне помочь. Как-то по-немецки, по-русски почему-то шарманки. В английском варианте они называются «врэдж». То есть это что-то типа «путы» или «ноглецы». Как-то так. Я не знаю, как они называются по-немецки. То есть он их оскорбляет за это. Но опять же, когда он общается со своими звенями, он один. Там нет никого. Возможно, самые яркие моменты, то есть самые акцентированные моменты Заратусского, то есть сверхчеловек и вечное возвращение, должны иметь ценность для понимающих только в тех моментах, где распространение этой идеи сведет на него. То есть сверхчеловек значительно только тогда, когда речь идет с учениками, и вечное возвращение только тогда, как он говорит, со зверями. Я бы даже не сказал, что в этом случае. Потому что он не говорит с ними, а не объясняет ему уже такое вечное возвращение. Но тот факт, что он их не слушает, и тот факт, что он оскорбляет их, называет их «путцами», показывает, что то, что они говорят – это чушь. Давайте так. Я понимаю вашу задумку. Нельзя выделить чистого учения, обратившись к чистым отрывкам в Заратус-1. Придется выделять чистые учения, обратившись ко всем отрывкам целиком и сравнивать между собой. Но если вы говорите об иерархии ценности, то, конечно, то, что сказано на толпе, гораздо менее ценно, чем то, что сказано ученикам, или то, что сказано наедине. Это знаете, кто, кого мне напоминает? Ксенофонта в Неморабилии. Есть, говорит Ксенофонт, три типа Сократовских речей. Тот, что он произносил на базарной площади, то, что он говорил своим товарищам, и тот, что он говорил самому себе. Какой из них нам недоступен вообще? А как? Вот и все. Меня просто беспокоит тот факт, что учение Ницше, ну, по крайней мере, оно изучается в основных веках. Оно не изучается в основных веках, оно преподается в основных веках. Но, простите, какое у нас преподавание? Массовое. Здесь нет других. А здесь нет. Здесь не очень. Именно поэтому мы здесь об этом и рассуждаем, и я говорю вам о том, что это говорится толпе и так далее, и так далее. Просто как избавиться тогда от, возможно, неосознанного налета массовости? Потому что… Осознанного. Давайте предполагаем, что всегда осознанного. Надо сравнивать. Вот. То есть, это задача для диссертации. Что именно из того, что говорит Золотуса о сверхчеловеке или Шири Ницше о сверхчеловеке, мы можем считать частью публичного учения, а что мы можем считать частью непубличного учения. Но эта задача не для нашего курса точно. Хорошо. Давайте дочитаем уже эти мудрости. И поистине вы добрые и праведные. Вас есть много смешного, и особенно ваш страх перед тем, что до сих пор называли дьяволом. Так чужда ваша душа всего великого. Ну, естественно. Мы уже знаем, что до сих пор называли дьяволом. Мы знали, почему это смешно. Да. Угу. Отлично. Так чужда ваша душа всего великого, что сверхчеловек был бы вам старавшим в своей доброте. Угу. И вы, мудрые и знающие, вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости. Смотрите. Добрые и праведные, мудрые и знающие, высшие люди. Всех трёх здесь убирает золотустера. Угу. Еще раз и вы. И вы, мудрые и знающие, вы бежали бы от солнечного зноя той мудрости, в которой сверхчеловек с радостью купает свою наготу. Вы, высшие люди, каких встречал мой взор. В том сомнении моё в вас и мой тайный смех я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека дьяволом. Ах, устал я от этих высших и лучших. С их высоты потянуло меня ввысь, прочь, вперёд, сверхчеловек. Ужас напал на меня, когда увидел я этих лучших на гимне. Когда выросли у меня крылья, чтобы унестись в далёкое будущее. Да. В далёкое будущее, в смысле прочь от презрения к людям. В далёкое будущее, в южные страны. Об этих не мечтал ещё ни один художник. Туда, где боги стыдятся своих одежек. Всяких одежек. Но переодетыми хочу я видеть вас близкие и ближние, И наряженными и тщеславными. И гордыми, как добрые и праведные. Но переодетыми хочу я видеть вас близкие и ближние мои, наряженными и тщеславными и гордыми, как добрые и праведные. Что говорит Заратусство ученикам? Что они должны скрываться. И самая важная, последняя мудрость. Если я одетом, я хочу я сам сидеть среди вас, чтобы не узнавать вас и себя. Это и есть моя последняя человеческая мудрость. Так говорит Заратусство. Последняя человеческая мудрость, это мудрость скрываться, не дать узнать себя. Это теперь понимает Заратусство, и это теперь говорит он своим ученикам. И начнет практиковать уже вслед. Он начал практиковать это неосознанно в предыдущей главе, когда Карлик сказал ему об этом. Горбун, прошу прощения. И теперь он уже понимает, что это надо делать осознанно. Три мудрости надо оставить. Надо прекратить сдерживаться с человеком. Но четвертую мудрость надо практиковать. Надо спрятать себя от человека. Только так станет возможным подъем к сверхчеловеку. Сверхчеловек – это все еще явная цель. И здесь вы найдете несколько его характеристик. Но это второстепенно. Три мудрости должны быть оставлены, дабы можно было совершать немудрые вещи, которые золотовство будет совершать в позднейшем. Хорошо, да. У меня был вопрос. Высшие люди могут видеть сверхчеловеки дьявола, потому что они сомневаются? Нет, потому что он страшный. Как ученики золотовство в зеркале видят дьявола, так и высшие люди будут видеть сверхчеловеки дьявола. Часто мудрость Макиавелли называют дьявольской мудростью. Дьявольской мудростью называют ее, естественно, те, кто недостаточно мудры. Высшим людям, таким, как Макиавелли, сравнение мудрости Макиавелли и мудрости сверхчеловека, мудрость сверхчеловека будет казаться дьявольской, инфернальной. Просто кто может не бояться сверхчеловека, по идее... Никто не может не бояться сверхчеловека. Я подумал, что в этом проблема заратурства, он не может найти учеников, потому что описываемый им сверхчеловек и его концепция, она пугает людей, но они не должны в нее верить. Если они будут фанатичными поисследователями, то они никогда не придут к нему. Но они не должны, да, в отличие от учеников? То есть, да, вы правильно обращаете внимание. Над толпой стоят три типа людей. Добрые и праведные, мудрые, знающие и высшие. И все эти три типа слишком слабы для сверхчеловека. Они все еще слишком низки. Мы знаем и кто такие добрые и праведные, знаем и кто такие мудрые и знающие, но мы не знаем, кто такие высшие. Почему? Потому что высшие люди появляются только в четвертой части. Я снова подмигиваю вам в том смысле, что, быть может, это закольцовка. Заратурство уже говорит о высших людях. Не знает ли он их уже? Не общался ли он с высшими людьми из четвертой части еще до начала первой? Но высшие люди вообще в четвертой части, что такие же и выше. Естественно. Но это высшие, которые есть. Выше нет. Это все, что могло быть высшего в современных людях. В современных ницше, конечно. Вопрос. Получается, высшие люди возникают в таграх Заратурства, уже после смерти Заратурства, в четвертой части. Да. То есть мы знаем, кто такие добрые и праведные. Об этом было сказано в первой части. Мы знаем, кто такие мудрые и знающие. Об этом было сказано во второй части. Собственно, ученые, поэты, метафизики, скептики или пессимисты и так далее. Но мы не знаем, кто такие высшие люди. О них ничего не было сказано. Но Заратурство знает, кто такие высшие люди. Но поэтому мы узнаем об этом только... Да. Вы не поверите. Во второй главе, третьей части, вы узнаете о духе тяжести. Вы уже слышали, что дух тяжести не дух мщения. Дух тяжести есть величайший демон и враг Заратурства. Во второй главе, третьей части, вы узнаете о духе тяжести. Но что такое дух тяжести? Вы узнаете только в десятых главах третьей части. одна из которых так и будет названа, о духе тяжести. Золотустра побеждает дух тяжести во второй главе, а что это такое, вы узнаете только в самом конце. Скорее, это все еще отсылка к кольцу и закольцовке. Вы узнаете о том, что такое дух тяжести, начинаете снова читать, видите, почему золотустра называет его своим демоном и своим врагом, и видите, как его побеждает золотустра. Почему бы и здесь эта закольцовка? То проблема в том, что дух тяжести говорит о закольцованности. Да, но он говорит о неправильной закольцованности, а Золотустра говорит о правильной. Дух тяжести говорит, время это круг. Помните, как часы? Да, Золотустра говорит, нет, ты так меня не обманешь, это очень простой ответ, но об этом надо говорить отдельно. Возможно ли то, что золотустра здесь не знает, кто есть высшие люди? А смотрите-ка, вы высшие люди, каких встречал мой взор, он знает, кто такие высшие люди. Хорошо. Когда речь идет о победе над духом тяжести, вы должны знать, что у духа тяжести есть несколько измерений. И это значит, что не всякое измерение потребует правды для победы над духом тяжести. Может потребоваться и ложь. Более того, вы теперь знаете, что истины нет, а это значит, что для победы над любым духом требуется только ложь. Если это истина, то нет ложи для этого. Нет, истина есть, мы ее знаем. Это смертоносная истина. Она и провоцирует, в частности, дух тяжести. Хорошо, следующая глава. Если я не ошибаюсь, последняя здесь. Вы уже помните про самый тихий час, про призрака, который кричал «Пара-пара», давно настало время. Самый тихий час. Что случилось со мной, друзья мои? Вы видите, я расстроен, изгнан, повинуясь против боли, готов уйти. А, уйти от вас. Да, это речь к ученикам. Да, еще раз должен Заратовский вернуться в свое уединение. Но не радостно возвращается на этот раз медведь в свою горлобу. У нас встает вопрос, радостно ли он возвращался в прошлый раз? Что случилось со мной? Кто принуждает меня? А, этого хочет мой дневный повелитель. Он говорил ко мне. Называл ли я вам когда-нибудь его имя? Вчера вечером говорил ко мне мой самый тихий час. Но вот имя моего ужасного повелитель. Самый тихий час. Царая часть, 18 глава. Мы должны были бы прочесть, что именно, для того, чтобы напомнить себе, в чем именно заключается этот самый тихий час. Так рассказывал Заратустро. Но ученики едва слушали его. Так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о кроликах и летающем человеке. Не знаю, что и думать об этом, сказал Заратустро. Разве я призр? Ну, наверное, это была моя тень. Вы, должно быть, кое-что уже слышали о стороннике его тени. Несомненно одно. Я должен держать ее крепче. Иначе она еще и испортит мое доброе имя. И снова Заратустро качал головой и удивлялся. Не знаю, что и думать об этом, говорит он. Почему же кричал призрак, пора, настало время, для чего настало время? Для чего же настало время? И теперь о самом тихом часе. Десятая строка. Вчера вечером говорил ко мне мой самый тихий час. Вот имя моего ужасного повелителя. Означилось это так, ибо я должен рассказать вам все, чтобы ваше сердце не отросточилось против внезапно выходящего. Знаете ли вы используя спавящего? Да, итак, Заратустро говорит своим ученикам, что он собирается их покинуть в последний раз, покинуть нерадостно, потому что его заставляют. Мы уже задаемся вопросом, зная о его новой человеческой мудрости, а правда ли его заставляют? Ну, давайте посмотрим. Просто в прошлый раз футбол не хотел уходить. Да, в прошлый раз он не хотел уходить. Знаете ли вы используя спавящего? До самых пальцев ног пугается он, ибо почва выводит из-под ног его, и начинается сон. Такое сравнение даю я вам. Вчера, в самый тихий час, почва ушла из-под моих ног, сон начался. Стрелка передвинулась, часы моей жизни перевели дыхание. Никогда не стоишь лет, хоть тишина вокруг. Так, что мое сердце испугалось. Просто уже получается второй раз, когда Заратус спит, и он боится. Во сне ему являет, да, да, и будет третий. Вот, ну то есть это что-то значит, то есть это не просто страх. Это хорошее замечание, давайте попробуем лаборировать его. Когда ваше тело говорит с вами напрямую? Ну, во сне. Да, да, почему? Фрейдизм нам тут поможет. Фрейдизм нам тут поможет. Ну, поможет и... Он сам себя безсознательно. Да, 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 да. Как раз ваша самость обращается к вам напрямую во сне. Без всяких вопросов. Без всяких посредников. Без всяких объяснений. Поэтому, когда на Заратустру нападет самая страшная его мысль, он будет падать не один день. Почему тогда это самый тихий час, а не следующий, когда он... Потому что сейчас он видит проблему, а в следующий раз ее лишит. В следующий раз это в голове выздоравливающий. Можно ли сказать, что только природа Заратустры пугает его? Речь идет о том, что пока Заратустра в сознании, его не пугает ничего. И только когда он оказывается без сознания, он оказывается... Может оказаться в страхе. Но вообще это хорошее замечание, что он пугается только во снах. Кстати, я сейчас сигнал... Тут про стрелку и часы. Это не современная... А, не газета ли и это самое? Ну, учитывая, что во времена Заратустра, естественно, были только эти самые, да. Стрелка передвинулась. Часы моей жизни появили дыхание. Никогда не слышал я такой тишины вокруг. Так, что мое сердце испугалось. Тогда я слышал безвольный, беззвучный голос. Ты знаешь, это Заратустра. И я вскрикнул от страха при этом шепоте. И кровь отклонула от моего лица. Но я молчал. Тогда я еще раз слышал беззвучный голос. Ты знаешь, это Заратустра, но ты не говоришь об этом. И я отвечал, наконец, подробно упрямцу. Да, я знаю это, но не хочу говорить об этом. Тогда я снова услышал беззвучный голос. Ты не хочешь, Заратустра? Правда ли это? Не прячься в своем упорстве. В конце предпредыдущей главы Заратустра говорит, очень сложно молчать. А в этот раз он говорит, я не хочу говорить об этом. И, естественно, голос знает, что молчать для Заратустра очень сложно. И он издевается над ним, да. Вопрос. Первое. Ну, странное словосочетание про беззвучный голос. Есть ли такой голос, который вы слышите, но не ушами? Ну, в голове только. И, то есть, я думаю, что молчать, то получается, он сам с собой говорит. Естественно. То есть, это... Это же сон. Кто с ним еще может говорить? То есть, для него такое-то сознание, поэтому он говорит. Свой собственный голос. Ну, то есть, это как озарение внутри него самого. Ну, это как мысль. Голос в голове. Есть хорошее предположение, что изначально голос, после возникновения языка, естественно, голос в голове, это всегда был голос Бога. И вы находите это подтверждение, особенно в Илиаде. Сражаются герои. Один из них умирает. На нем, естественно, богато расшитый доспех. Что слышит персонаж Х в своей голове? Хватай доспех. Что пишет Гомер? И Гера сниз спускает на героя Икс повеление. Хватай доспех. То есть, и первоначально голос в голове, это голос Бога, потому что это не ваш голос. Потому что люди не осознавали. Ну, естественно, естественно. И в этом смысле золотовство тоже выдает свой голос за голос Бога. За голос самого тихого часа. За чей-то чужой голос. Ах, я хотел бы, но разворуя, избавь же меня. Это свыше моих сил. Что вам напоминает эта сцена? Это выше моих сил. За помощью твердейской. Ну, ну, чашу эту мимо пронеси. Да, это когда Христос просит от Саши, чтобы он убегал от казни. Это когда его ловят в саду. Да, не когда его пытают, не когда он висит на кресте. Это когда он его ловит в саду еще. Иуда только что его предал. И он говорит отцу, что, типа, мне страшно, батя. Давай мы это самое, сбежим. Да, да. Поэтому он просит самого себя избавить. Ну, так если бы был Бог, как бы Заратусто удержался от того, чтобы не быть Богом? А, тогда я снова услышу беззвучный голос. Причем тут ты, Заратустос? Скажи свое слово и разбейся. Итак, что хочет голос? Что он захочет. Да, если ты завершил свое учение, почему ты еще здесь? Почему ты нарушаешь собственную речь о добровольной смерти? Заратустос попытается объяснить. И я отвечал, ах, разве это мое слово? Кто я? Я жду воли достойного. Я не достоин даже разбиться от него. Но Заратусто не Иисус. Заратусто Иоанн Креститель. Иоанн не должен умирать, пока он не увидит Иисуса. Но он должен умирать, как только он увидит Иисуса. Тогда опять сказал он мне беззвучно. Причем тут ты? Ты еще недостаточный кроток для меня. У кротости самая грубая шкура. И я отвечал. Чего только не вынесла шкура моей кротости. У подножия своей высоты и живу я. Как высоки мои вершины. Никто еще не сказал мне этого. Но хорошо знаю я свои долины. Заратусто голос говорит. Все, пора кончать. Заратусто говорит. Подожди, подожди. Мое развитие еще не закончилось. Никто не знает, как высоки мои горы. Как высоки мои вершины. И он хочет узнать. Но он хочет, чтобы ему кто-то сказал об этом. Нет. Никто еще не сказал мне этого. Включая меня самого. То есть речь идет о том, что пик моего развития еще не достигнут. Тогда я снова услышал беззвучный голос. О Заратусто. Кто должен двигать горами, тот передвигает и долины, и низменности. Вы уже слышали отрывок о том, что Заратусто должен двигать горами. И кто именно двигает горами. И как именно он должен двигать горами. Я отвечал. Ты еще не двигал мое слово горами. И что я говорил, не достигал людей. Хотя шел я к людям, но еще не дошел до них. Заратусто хорошо знает свои долины, свои низменности. потому что он хорошо знает людей, но не пик. И голос говорит Заратустре, кто способен создавать пик, тот создает и долины, и низменности. Кто двигается к сверхчеловеку, тот меняет и простых людей. Заратустре говорит, мое слово еще не меняло людей, оно не достигло людей. Хотя я шел к людям, я не дошел до них. И, естественно, это основано на том, что даже его ученики подводят его. Тогда я снова услышал беззвучный голос, «Что знаешь ты об этом? Роса падает на траву, когда ночь всего безмолвния». И снова, мы уже читали этот отрывок из 2.18. «Что знаешь ты об этом? Роса падает на траву, когда ночь всего безмолвния». Как вращается мир? Сначала незримо, потом услышно. Неслышно вращается мир. И это значит, что хотя люди сейчас не реагируют на учение Заратустра, оно уже завершилось. Мир вокруг него уже вращается. Просто никто об этом, просто это не слышно и незримо происходит. Даже для самого Заратустра. То есть, по поводу чего торгуется голос, которого нет, и Заратустра? По поводу чего торгуется? Один говорит, вот так, не-не-не, не так. По поводу чего они торгуются? Ну, это жизнь. Ну, голос говорит ему «закончен, все». Потому что ты сказал, что ты уйдешь тогда, когда закончится учение. Торгут просто говорит «не-не-не, моя жизнь состоит в том, чтобы донести выстрель до людей». А до людей еще не дошел. Да. На что голос ему отвечает? Что мир вращается не слышно, поэтому уже дошло, проучение уже завершено. Просто реакции еще нет. То есть, правда? Да, да, да. Именно это говорит голос. Когда в вашей жизни происходит самый тихий час, когда вы перестаете двигаться и дышать, в этот момент тише вы не бываете. Как в момент вашего рождения – это самый громкий час, так в момент вашей смерти – это самый тихий час. Именно поэтому самый тихий час – это господин Заратустра. Что Заратустра не выбирает, когда наступает самый тихий час. Вернее, он думает, что не выбирает. Получается, Заратустра здесь защищает жизнь? Свою. Не жизнь вообще, не ту жизнь, с которой он беседовал. А свою собственную. Они смеялись надо мной, когда нашел я свой собственный путь и пошел по нему, и поистине дрожали тогда мои ноги. И так говорили они мне, ты разучился заходить в путь, теперь ты разучиваешься и ходить. Тогда я снова услышал беззвучный голос, что тебе для насмешивших их. Ты тот, кто разучился повиноваться. Теперь ты должен приказывать. Теперь должен ты приказывать. И снова я напоминаю вам, мы уже говорили об этом в главе о воле к власти. Повиновения и приказы. Угу. Разве ты не знаешь, кто для всех нужнее? Кто приказывает великое? Великое совершить трудно, но еще труднее приказать великое. Это самое непростительное в тебе. У тебя есть власть, а ты не хочешь властвовать. Я отвечал, но я не достаю от голоса льва, чтобы приказывать. Ну и вы уже знаете об ольве, и вы теперь понимаете, почему он появляется в самом конце. Заразустро спускается вниз, чтобы приказывать. Больше он не спускается вниз, чтобы учить. Угу. А о заразустро, ты должен идти как тень того, что должно наступить. Так будешь ты приказывать, и приказывай идти впереди. Угу. И я отвечал, мне стыдно. Вот. И отвечал, мне стыдно. Это первый раз, когда заразустро стыдно? Я не вспомню. Я не вспомню. Скорее всего, да. Когда я снова послушал изучный голос, ты должен еще стать ребенком и не иметь стыда. Да, ты должен стать еще ребенком и не иметь стыда. Опять 2.18. Заразустро еще не стал ребенком. Тогда кто он? Он же был. А помните, мы читали главу, где Заразустро спрашивает, кто я? Выздоравливающий или врач? Освободитель или заклинатель? Кто он? Он говорил о трех превращениях духа. Но он умолчал о главном свойстве ребенка. Не создавать. Что? Не создавать. То есть, получается, голос говорит ему, что он еще не пошел в этой превращении? Нет. Голос обвиняется за то, что такое в чем. Будучи создателем, будучи творцом, будучи благородным, он еще сам не до конца завершил свое становление. Гордыня юности еще на себе. Позже стал ты юным. Но кто хочет превратиться в ребенка, должен преодолеть еще свою юность. И я решался долго и дорожал. Наконец сказал я тоже, что я первый раз. Я не хочу. Все аргументы закончились у Золотуха, кроме последнего. Просто может быть такое, что эти три превращения – это как цикл, который не один раз проходит. Может, это уже просто новый цикл? Аргументация голоса такова. Золотухство достиг своего пика. Ничего больше он уже не создаст. Ничего больше он сделать не должен. Его учение завершается. Оно завершено. Он сказал свою последнюю мудрость только что своим ученикам. Пришло время умереть. Золотухство пытается отбиться от этого. Сначала он говорит, ну не сначала, а с того момента, который я помню. Мой пик еще не наступил. Но голос говорит, нет, уже наступил. Тогда Золотухство говорит, да, он наступил, но я ничего не сделал. То есть я дошел до своего пика, но я ничего не сделал. Тогда голос говорит, нет, мир вращается неслышно и незримо. Ты уже все сделал. Тогда Золотухство говорит, нет, 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 подожди. Я ничего не сделал, посмотри, надо мной смеются. И голос говорит, это не показатель. Тогда и добавляет Золотухство, ты должен начать приказывать, ты должен начать повелевать, ты должен начать управлять. Но ты этого не сделал. И говорит ему, почему. Потому что ему не хватает, он все еще юн, он все еще не ребенок, ему не хватает, он слишком стыдится. И тогда уже за то, что кончается аргумент, он говорит, я не хочу. Он не хочет умирать, он просто не хочет умирать. Когда в прошлый раз он сказал, что он не собирается на кучеников, потому что он тоже не собирается, он сказал, что вернется. А в этот раз он уходит и чувствует, что он видит, он говорил, тот, кто дал свое учение, должен умереть. Но я не умру, потому что я хочу посмотреть, что из вас вырастет. Он посмотрел, понял, что ничего не выросло. Когда он выбирал сам. Да, и тогда это, да. Ну и сейчас, ведь самый тихий час, это рассказ для учеников. Я нашла этот момент. Вот быстренько. Это первая часть, двенадцатая страница, пятнадцатая строчка. Он преобразился из раппорта, ребенком стал раппортом. Да, 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 да. То есть он прошел через превращение духа и стал ребенком. Он готов создавать. Это получается уже... А он все... Нет, нет, смотрите. Он стал ребенком и начал создавать. И он все еще ребенок. Все еще ребенок. Все еще ребенок. Ну тут же говорится... Ну то есть... Ну, да. Но ему не хватает чего-то, что есть еще у ребенка. А, то есть он еще не до конца ребенок. Да. Да, да, да. Это я последний раз услышал беззвучный голос. О Заратутка, твои плоды созрели, но ты не созрел для своих плодов. И это уже было сказано. Угу. Надо тебе опять уединиться, ибо ты должен еще дозреть. И голос соглашается. Ладно, если ты не готов сейчас умереть, тебе надо дозреть и умереть. Твои плоды, то есть твой солнечный свет уже ушел, но ты еще не понял, что он ушел. И в итоге Заратутка доживет остаться. Нет. Он умирает в конце третьей части. А в четвертую часть. Потому что мы не знаем, сколько времени прошло между первой и второй частью. Именно поэтому некоторые исследователи Заратутка и Ницше очень мечтают запихнуть четвертую часть не, как я вам говорю, как кольцо, а в разрыв ближе к концу третьей части. То есть, грубо говоря, после определенной главы третьей части возникает четвертая часть, а потом идут оставшиеся главы третьей части. Но этого не получается из-за того, что Заратутка говорит в самом конце. И плюс это может не получиться, потому что в начале… Заратутка уже знает о духе тяжести и про семь… Да. Про семь превращений. Да. Про семь одиночеств. Да. То есть, это все тот же Платоновский шар. Вот интересно, а почему верблюд, лев и кипят? В смысле, что значит верблюд уходит в свою пустыню? Он уходит в одиночество. Да. Да. Вы становитесь одиноким для того, чтобы совершить переоценку. И переоценка требует, чтобы вы отвергли первоначальные ценности. Лев. Лев. Услышала вокруг меня тишина, как будто двойная тишина. Я залежал на земле, откатился до своих членов. Теперь слышали вы все, почему я должен вернуться в свои выединения. Ну, и это услышали вы от меня. От того, кто все ищет самый молчаливый людей. И хочется оставаться таким. Ах, друзья мои. Я мог бы рассказать вам что-то еще? Я мог бы дать. Я мог бы дать вам что-то еще. Почему я не даю? Разве я скуп? Но когда Заратустра произнес эти слова, оладила им сила скорби и близость разгул руки с друзьями. Так что он громко заплакал. Никто не знал, как утешить его. Ночью же ушел он один и оставил своих друзей. Да. То есть учеников? Да. На этом вторая часть Заратустра заканчивается. Он покидает своих учеников, которые разочаровали его. Он оставляет их на блаженных островах, а сам покидает блаженные острова, чтобы вернуться к себе на гору и там умереть. Но перед тем, как он умрет, ему еще надо дозреть. Ему еще надо завершиться самому. И вот это самозавершение, самостановление, самопревращение в сверхчеловека, в кавычках, в то, что не смогли превратиться его ученики, это и будет мотивом третьей части. И начнется она, естественно, сначала с путешествия к порту, затем к самому плаванию, к своей горе, затем к путешествию к этой своей горе и к тому, что происходит на горе. Но нас будет интересовать по понятным причинам только движение к гавани, посадка на корабль и то, что происходит на этом корабле. Вроде бы все. Две главы. Две главы, да. Ну, я думаю, что мы столько и прочтем. Мысль у меня такая была, вот как раз сейчас об этом начали говорить, трехпревращения. Как к оголоврению, к содержанию начали обратиться. Почему-то мне казалось, я как раз думал о этой идее, что, может быть, и превращение происходит по трех частях. То есть, после того, как происходят три слова Зарапустера, где он сочельниками говорит, что ребенок устал за Рапустера, Зарапустер снова попадает в новый цикл. И, собственно, этот цикл идет по частям. Я подумал, просто, если посмотреть на главы первой части, здесь очень, как бы, очень нужны главы о том, как надо, взамен того, что было до этого. То есть, о презирающих телах как должно быть, как мы должны относиться к телу, там. О чтении письме как мы должны, да даже, по-моему, во чтении письме существует фраза «ты должен», чтобы вы сказали меньше. То есть, если посмотреть по всем, и вот все главы там, окончающие добродетели, это все главы, по сути, как ты должен с точки зрения Зарапустера. То есть, это такая стадия верблюда, как говорили. Значит, ну, третья часть тоже очень легко сравнить с ребенком, после, особенно после главы самый тихий час, когда ему говорят все-таки еще пока не стал ребенком окончательно, в своем ощущении, что должен снова спросить ребенка. Ну, а вторая часть, продумать, почему это лег? Ну, было бы интересно, вот прям схода не могу сказать, потому что первая часть, наверное, буду очень ненавидонять, когда я пересчитываю, ну, там, вот, там такая некая декларативная пациентка. Значит, третья часть тоже очень такая, как раз, похожа на ребенок. Не могу с вами согласиться, хотя вижу отчасти вашу аргументацию, нет. Ну, смотрите, о кафедрах добродетели, там только отрицание. Грязище об ином мире и презирающее тело радости и страсти бледный преступник – это все отрицание. Там есть утверждение, но начинается все с отрицания. А отрицание, это не отрицание? Нет, не для нашего случая. Потому что тогда нет разницы между верблюдом и любым. Утверждение в смысле принятия на себя ценностей, а тут отрицание. И более того, да, действительно, во второй части много отрицания о сострадательных, о священниках, о добродетелях, об отребье, о тарантулах, о прославленных мудрецах. Но потом идут «Ночная песня», «Танцевальная песня», «Надгробная песня», «Самопреодоление». Воля к власти – это чистое утверждение. И дальше снова идет, действительно, о возвышенных, о стране образованности, о непорочном познании, об ученых, о поэтах и о великих событиях. А потом снова идет утверждение «Прорицатель», за то, что согласен с прорицателем. Вы же сами указываете на то, что по-немецки – это говорящий правду. Об избавлении – это снова утверждение, это не отрицание. А человеческой мудрости – это снова утверждение. Это соблазнительно, но не подтверждается. Это было бы очень красиво, наверное, но не подтверждается. Затусство с самого начала приходит как отрицатель. И с самого начала приходит как утверждающий. То есть буквально первая речь – предисловие не будем считать. Предисловие – это утверждение, но все остальное… И о трех превращениях – это же утверждение. Легче было бы показать эту эволюцию и только в конце о ней сказать, чем сначала ее утвердить, а потом показать. Потому что о бледном кумире, о новом кумире, прошу прощения, вы никак не сможете сделать из этой главы главу об утверждении, главу о принятии ценностей. То же самое и о базарных мухах. А более того, тут есть главы, устанавливающие, например, о друге, о любви ближнем, о пути созидающего. Последние главы идут под утверждение. То есть начиная где-то со други, там да, там идет утверждение. То же самое мы можем сказать и о второй главе, ну о второй части, и даже о третьей может быть. Потому что об отступниках – это отрицание все. О блаженстве против воли, об умаляющей добродетели. О трояком зле – да, а о духе тяжести. За то, что утверждают дух тяжести. Ну и банально четвертая часть. Вашу концепцию пользует то же, что и мою. Ну, четвертая часть. Что там? Это не берется на счет. Нет, просто немножко интерпретация именно по последней части. К чему Ильич Шерфин умирает? Потому что… Ну, Заратовство. Ну, да, Заратовство не умирает. Потому что он смог объяснить, что он еще ребенка не стал. У него аргументов уже нет, он просто говорит, мне стыдно. И тогда сейчас… Нет, когда у него аргументов нет вообще, он говорит, я не хочу. Да, и тогда я второй раз сказал, я не хочу. Все, что происходит до этого, не очень хорошо идет, не очень хорошо ложится. Может быть, самый тихий час говорит ему, что он еще не до конца ребенок. В том смысле, что он еще не завершил свое становление. Но что отрицает Заратовство перед своим становлением ребенком? Что последнее он должен отринить? Мы можем сказать, что Заратовство спускается уже ребенком, так считает отшельник. То есть он уже прожил три превращения духа, он когда-то принимал Бога, потом Бог умер, Заратовство стал пеплом, поднялся на гору, там стал ребенком. Он спускается вниз и говорит что-то толпе, предисловие мы не берем, потому что там чисто утверждение, что такое сверхчеловек, что такое последний человек, Бог мертв. С чего он начинает? Речь о трех превращениях должна показать нам, что он должен будет каким-то образом завлекать молодых людей. И он начинает с отрицаний. Это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Так он завоевывает себе учеников. Но как только он завоевывает себе учеников, он начинает утверждать. Это хорошо, это хорошо, это хорошо, так надо, так надо, так надо. Он уходит, ученики деградируют. деградирует, он возвращается. Что он начинает делать снова? Он больше не должен их собирать, он больше не должен их привлекать. Но он снова говорит им, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Но он же себя двинет дальше, как кажется, он может не говорить людям. Да, да, да. Но в самом конце происходит вдруг, даже не вдруг, а постепенно превращение. Он сам понимает, что его учение не закончено. То есть он уже начал учить, еще сам не научившись. Он уже начал проповедовать, еще не достигнув Великого Полдня. И к концу третьей части, вот смотрите, он же понимает, что он не ребенок, в том смысле, что он не совершил своего учения задолго до того, как это говорит, самый тихий час. И тогда он уходит в свое уединение, то есть как бы снова возвращается в пустыню, чтобы завершить, но не учение, а уже самого себя. И тогда четвертая часть ложится хорошо. Он завершает самого себя. И когда это происходит, в четвертой части он полирует учения на высших людях. Он понимает, кто такие высшие люди. Он избавляется от своего последнего искушения, сострадания. Тогда наступает Великий Полдень, и он снова готов спуститься. Но, черт возьми, для этого нужна тоже отдельная диссертационная работа. Хорошо. Нет больше вопросов? Давайте тогда остановимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!